Эфир телеканала Беларусь4 Гомель продолжается. Новый день с вами встречает утренний фреш. В этом выпуске я, Николай Скинтиян, расскажу об актуальных культурных событиях Гомеля и познакомлю с другой полезной информацией. Традиционно для начала коротко о погоде. Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется небольшая облачность без осадков. Столбики термометров поднимутся до 25 градусов. Ветер юго-западного направления скоростью до 5 метров в секунду. В продолжение темы. К концу недели погода начнет меняться. В Беларусь идут дожди, сильный порывистый ветер и похолодание. Сегодня в стране будет преимущественно без осадков. Днем температура воздуха в среднем составит 25 градусов тепла. В четверг прогнозируется кратковременное дожди. Температура воздуха днем будет колебаться от 13 до 27 градусов. В пятницу также возможны дожди. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура днем будет в среднем 14 градусов. По прогнозам синоптиков, в выходные сохранится холодная погода. Так что одевайтесь теплее. Начнем выпуск с актуальных культурных новостей Гомеля. В выставочном зале университета имени Франциска Скорины открыта фотовыставка под названием «Человек-читающий». Читать всегда и везде – это та тема, которая объединила полсотни снимков, отражающих эмоции на лицах людей с книгами в руках. «Человек-читающий» – это проект, ставший итогом онлайн-фотомарафона Российского Центра науки и культуры в Гомеле. Его первостепенная задача – отметить Всемирный день книголюбов, получила продолжение в проведении фотоконкурса и выставках. Познакомиться с экспозицией в выставочном зале университета можно до 25 сентября. Вход свободный. Во дворце Румянцевых и Паскевичей продолжает работу художественная выставка под названием «Древнейшая из искусств». Она посвящена графике. В экспозиции более 80 работ из фондов музея, выполненных в разных техниках. Они охватывают период с 17 по 20 века. Гости дворца увидят графические произведения минувшего столетия, росписи, гравюры, а также рисунки, сделанные на пергаменте и бумаге. Все работы демонстрируют неограниченные возможности графики. Как правило, изображения хранят первое прикосновение к бумаге, первый полет мысли. И в этом особая прелесть графики, которой многие ценители отдают предпочтение перед живописью и другими видами искусства. С коллекцией графики на выставке «Древнейшая из искусств» можно ознакомиться до 8 ноября. Гости картины галереи Гавриила Ващенко могут успеть познакомиться с выставкой «Неизвестный Ван Гог». Мастер написал более 2000 произведений. Самые известные среди них, которые знакомы широкой публике – «Ирисы», «Подсолнухи», «Звездная ночь». На выставке можно увидеть и знаменитые сюжеты, и малоизвестные, но не менее великие картины. По ним можно проследить весь творческий путь художника. Гости галереи также смогут познакомиться с описанием сюжетов и истории создания произведений великого мастера. В Музее истории печати и фотографии Гомельщины открыта выставка работ фотографа Еленки Донбровой. История экспозиции под названием «Игра света и тени» началась еще в 2009 году. Затем казалось, что кроме пары снимков больше ничего не получится. Еще 4 года идея не реализовывалась. Многие фотографии ушли в корзину, но со временем у автора сформировался подход, были поставлены конкретные рамки. А это отсутствие монтажа и серьезной обработки. Хотелось не нарисовать и не придумать, а именно увидеть и запечатлеть. Что из этого получилось, узнают гости Музея истории печати и фотографии Гомельщины. Выставка открыта до 6 октября. Прогулку по Гомелю столетней давности предлагает совершить филиал Ветковского музея. В этой экспозиции – ретроспектива архитектурного облика города. От деревянного до кирпично-бетонного. Резные элементы народного искусства расскажут о мастерстве белорусских мастеров, имена которых не стали частью истории. Со временем более современные материалы вытеснили дерево с улиц города. И над его обликом стали трудиться архитекторы, которые строили дома в разных стилях. Посетители выставки увидят макеты зданий этих периодов. Изображение ушедшей эпохи – это результат основательной работы в архивах. Познакомиться с ним можно будет до декабря месяца. В ближайшем выпуске ток-шоу «Главная тема» ведущий Александр Гавейко и гости в студии будут говорить о вступительной гонке 2020 года, анализировать работу приемных комиссий, активность и подготовленность абитуриентов. Какие специальности жители региона видят перспективными? Что предлагает высшая школа и профтехобразование? Об этом и не только. Сегодня в 19.20 на телеканале «Беларусь-4 Гомель». Как всегда, по будням в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области, разговор с интересными гостями в студии. Не упустите хорошую возможность провести вечер всей семьей у телеэкрана. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20 часов 25 минут. Завтра в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» очередной выпуск программы «Бизнес-план». Речь пойдет о бизнесе в сфере дизайна интерьера. Как стать дизайнером? С какими сложностями можно столкнуться в этой профессии? И что общего у дизайнера интерьера и психолога? А еще поговорим о жизненных уроках, психологии, продуктивном отдыхе и предпринимательстве. Все это в истории творческой и предприимчивой Анны Карпенко. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» завтра в 19.20. Далее рубрика «Есть вопрос». Сегодня адвокат Екатерина Плотникова расскажет об актуальных изменениях в брачно-семейном законодательстве. С 1 июля 2020 года наше законодательство претерпело ряд существенных изменений, которые в том числе затронули брачно-семейную сферу. Если говорить об общих тенденциях изменения законодательства, то я бы сказала о том, что речь идет о предоставлении гражданам больше возможностей и каких-то правовых инструментов для мирного урегулирования споров, которые возникают в данной отрасли. Так, например, на сегодняшний день при обращении заявления в органы ЗАГСа, в суд с заявлением о расторжении брака, сотрудники органов ЗАГСа, либо суд разъяснит сторонам право на добровольное урегулирование всех споров в данной сфере, а также разъяснит право на встречу, информационную встречу с медиатором, который поможет урегулировать все правовые вопросы, которые могут возникнуть между сторонами. Отдельно закреплено положение, оно более четко прописано, о том, что все споры касаемо раздела совместно нажитого имущества должны быть рассмотрены в пределах срока исковой давности, который определяется в течение трех лет, с момента, когда лицо узнало, либо должно было узнать о нарушении своего права. При этом время расторжения брака к учету не принимается. Теперь о соглашении разделе совместно нажитого имущества, соглашении о диетях, соглашение об оплате алиментов может быть заключено на любой стадии бракоразводного процесса, даже если стороны продолжают находиться в браке. Такие соглашения подлежат нотариальному удостоверению, могут быть изменены в процессе исполнения данного соглашения, и в случае, если какая-либо из сторон не исполняет, либо ненадлежащим образом исполняет те условия, которые прописали стороны в данных соглашениях, может быть выдан исполнительный лист, и стороны могут обратиться за принудительным исполнением данных соглашений. Отдельный блок изменений касается порядка определения размера алиментов, и здесь законодатель предусмотрел немного иные размеры, и порядок определения размера алиментов в случае, если должником по взысканию алиментов выступает лицо, которое не имеет работы. На сегодняшний момент привязкой идет у нас не к среднезаработной плате по стране, а в данной ситуации привязка будет к бюджету прожиточного минимума. Она устанавливается для неработающих граждан в размере 50% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100% на двоих детей, 150% для взыскания алиментов на троих и более детей. Отдельно предусмотрена возможность взыскания алиментов на будущее. Данное положение может быть также определено в соглашении об оплате алиментов, либо в соглашении о детях. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Николай Скинтиян. Пусть вас не покидает отличное настроение. Оставайтесь на Беларуси Терегомель. С нами интересно.